Друзья, мы заглянем на съемочную площадку Друзья, поговорим о том, каково это быть женщиной-ученым К нам в гости придет кандидатка биологических наук и популяризаторка науки Очень интересно Да, я полагаю, что мы можем начинать Впереди у нас три часа интересной и полезной информации Поехали! Давайте начинать! На календаре 11 февраля Сегодня появился на свет человек, чье имя, синоним, слово изобретатель Да, Томас Эдисон получил более тысячи патентов на свои изобретения Ну, справедливости ради мы заметим, что большая их часть Это усовершенствованное изобретение других людей Видимо, менее удачливых Ну да, и менее богатых Ведь, чтобы довести до ума свои изобретения, конечно же, нужны деньги Эдисон был талантливым бизнесменом Поэтому всегда умел и зарабатывать на своих изобретениях И вкладывать дальше на развитие Да, ну, так или иначе, именно он создал фонограф Усовершенствовал телеграф, телефон, киноаппаратуру Электрическую лампу накаливания и много чего еще Да, чем еще знаменателен этот день, мы узнаем из рубрики «День в истории» 11 февраля 1922 года в Торонто объявили об открытии инсулина Автором открытия стал канадский врач-физиолог Фредерик Бантинг Когда-то от сахарного диабета умер его друг Печальная новость настолько потрясла начинающего врача, что он решил немедленно заняться изучением опасного заболевания Совместно со своим лаборантом Чарльзом Бестом Бантинг проделал грандиозную работу В результате которой удалось выделить инсулин И в январе 1922 года молодые ученые впервые испытали инсулин на человеке с сахарным диабетом Первая инъекция вызвала у него аллергию Ученые усовершенствовали свое изобретение И уже через несколько недель ввели инсулин пациенту снова Результат превзошел все ожидания Со временем у больного нормализовался уровень сахара в крови Через год за важнейшее для человечества открытие Спасающие жизни миллионов людей Фредерик Бантинг получил Нобелевскую премию В этот день в 1963 году в Киеве началась конференция по вопросам культуры украинского языка Организаторы собрания Киевский государственный университет И Институт языкознания Академии наук На мероприятие участники требовали предоставить украинскому языку статус государственного На протяжении пяти дней отечественные ученые и представители интеллигенции В частности, Борис Антоненко Давидович, Александр Пономарив, Лидия Орел Уверяли Центральный комитет Коммунистической партии Украины и ее правительство В необходимости ввести украинский язык во все сферы Убедить высшие органы власти участникам так и не удалось А смельчаков, пытавшихся защитить национальный язык, увольняли с работы И всевозможными методами препятствовали их деятельности 53-й день рождения отмечает сегодня популярная американская актриса Дженнифер Энистон Она родилась в актерской семье в калифорнийском городке Шерман Окс Уже в 11 лет Дженнифер начала выступать в театральном кружке Получив среднее образование, поступила в Нью-Йоркскую школу актерского мастерства Окончив учебное заведение, Энистон дебютировала в бродвейских постановках На большом экране актриса впервые появилась в 21 год в эпизодической роли Расцвет ее актерской карьеры пришелся на 1994 год Тогда зрителям представили комедийный сериал «Друзья» Где Энистон превосходно сыграла избалованную девушку по имени Рэйчел Прошу прощения, это чистокровная выставочная кошка-сфинкс Сколько ты за нее заплатила? Кроме этого сериала, знаковыми работами актрисы Встали фильмы «Развод» по-американски «Обещать не значит жениться» Мы Миллеры Дженнифер Энистон – обладательница престижных премий «Эмми» и «Золотой глобус» А также звезды на Голливудской аллее славы А каким будет 11 февраля 2022 года, зависит от каждого из нас